Самый крутой, самый богатый, самый успешный, самый олигарх из олигархов, каких только можно придумать, самый профессиональный бизнесмен, который существовал когда-либо, это был Соломон. Это был Соломон. Мало того, что он был бизнесменом, он был еще и царем. Мало того, что он был царем, он еще был священником. Знаменитый Соломон, царь, сын Давида, царя. Когда вступал на царство Соломон, молодой, то он просил у Бога в молитве ни денег, ни успеха, ни чего бы то ни было, а просил у Бога мудрости, премудрости, знаний просил. И Бог сказал ему, что за то, что ты просишь ни денег, ни долгой жизни, ни успеха, ни богатства, а ты просишь мудрости, за это я тебя нагрожу. И вот он, будучи мудрым человеком, добился потрясающих результатов в бизнесе. Ну, пообразно говоря. И вот он написал книгу притчей, которая вошла в Библию, как книга притчей Соломоновых. 31 глава на каждый день, по сути дела, получается. Не знаю, специально это или нет. Я хочу вам сейчас прочитать одну из глав. Просто послушайте ее. Кто не читал, а кто читал, тот молодец, конечно. Правильно делает. Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои, да хранит сердце твое. Обращается Соломон к сыну своему. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи шею свою ими, напиши их на скрижалях сердца своего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем своим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти, Господа, от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполняться житницы твои до избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Мудростью, то есть. Она дороже драгоценных камней, и ничего из желаемого тобою не сравнится с нею. С мудростью, то есть. Долгоденствие в правой руке ее, а в левую у нее богатство и слава. Пути ее путеприятные, и все стези ее мирные. Она мудрость, древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей, и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим, и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделает тебе зла. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивое и жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые без слави. Нельзя ничего добавить, ничего прибавить. В этих словах вся суть, вся сила. И если мы хотим чего-то добиться в жизни, то в первую очередь мы должны искать мудрость от Бога и понимать, что своими силами вряд ли у нас что-нибудь получится. Надо идти к отцу, к нашему Богу. Субтитры сделал DimaTorzok